Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым. Это неизреченный, светлый, чистый праздник, который настолько вот отзывается в искренне чистой душе, что это невозможно передать даже словами. И, наверное, только с годами понимаешь смысл праздника Рождества. Он вовсе не только для детей, как многие могут подумать. Хотя именно детская душа, она наиболее так вот отзывчива к подобным чистым праздникам. Но и для взрослых почему? Потому что с годами ты понимаешь, что вот не хватает тебе чистоты, вот этого света, простого человеческого добра. И вот Христос, который родился на земле, это и есть вот этот свет, пришедший в мир. Мир, как вот эта мрачная пещера, когда мы видим икону Рождества Христова, то там всегда изображается, что Христос – богомладенец, он в чистых пеленах, он сам светлый, светоносный, но он находится среди сводов темной мрачной пещеры. И это вот образ нашего греховного мира, который погряз во зле, но здесь уже явился свет, солнце, само солнце, правда, родилось на земле. И Господь, Он принес нам то, что не даст больше ничего, ничто земное, никакие материальные блага, никакой земной комфорт не даст того, что принес богомладенец Христос, потому что Он есть сам Бог, сама любовь, вечная, неизреченная, бесконечная, необъятная. И при встрече с этой любовью ты наполняешься таким счастьем, которого просто не передать. И пусть злоба продолжает бесноваться, злоба этого мира, подобно тому, как Ирод, Он только еще больше бесновался, будучи объят дьявольской силой, но Он не может причинить вреда Христу. И поэтому те, которые Христовы, те, которые вместе со Христом, они тоже не потерпят никакого ущерба. Вот главное, чтобы мы и были вместе с новорожденным Христом, и вот по подобию пастухов, которые как только услышали, вначале увидели вот ангела, да, вот это благовестие услышали ангельское, слава Вышних Богу и на земле мир, в человеке и благоволение, они тут же поспешили в эту маленькую пещеру и поклонились фактически Христу, вот как те первые чистые искренние души, которые увидели родившегося на земле Сына Божия, вот так и мы должны отвлечься от наших каких-то суетных земных дел и тут же поспешить к новорожденному Христу, к Нему обратить наш взор, или по подобию волхвов восточных, которые принесли в дар новорожденному Христу золото Ладан и Смирну, так же и мы должны принести свои дары, а это какие? Это добродетели. Вера, надежда, любовь. Вера, она вот как золото должна сиять в наших душах. Надежда, она должна благоухать, как Ладан, и перекрывать все вот эти вот страхи земного мира, потому что вот с нами Бог, да, а самое главное – это любовь, которая как вот эта вот Смирна, да, которая благовонный елей, который покрывает человека, вот так и наша любовь, она должна быть этим смягчающим, целительным, целительной, Смирной и проникать во все в нашей жизни, чтобы нести нечто животворное, ибо Христос – это и есть, собственно, сама любовь, которая явилась на земле, которая открыла нам свет вечной жизни, поэтому в такой удивительный праздник вспомним, что мы не иродовы, мы не принадлежим участи вот этого безумия и злобе ирода, а мы вместе со Христом, и поэтому только будучи Христовыми, мы прикоснемся к настоящему счастью, вот, братья и сестры, сердечно еще раз поздравляю вас с таким удивительным праздником, дай Господь, чтобы и в сердце каждого из нас тоже Господь родился в духовном смысле, чтобы наше сердце было живо для любви Христовой, и чтобы то, что принес Господь в мир, оно принесло в наших душах, во-первых, проросло, а затем и принесло удивительные плоды, так что сердечно вас с праздником, с Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры, с нами Бог!